В последнее интервью у меня взял чешский журнал «Пажет» и что-то вот, короче, от них ничего нет. Меня зовут Владимир Лехтинин и я гитарист российской металл-группы «Second to Sun». У нас нет голоса, то есть мы играем исключительно музыку, она очень атмосферная, она очень драматичная по своей натуре. И отсутствие голоса мы заменяем, допустим, отдельными картинками или даже рисунками, которые делает профессиональный художник, и текстовой информацией. Есть такие периоды времени, когда у тебя уже объективно не хочется ездить по метро и раздавать диски, когда тебя уже заколебывает хождение на почту, когда тебя заколебывает ВКонтакте с утра 70-80 непрочитных. Я не забываю о том, что я работал на радио, что я SEO-шник и что я все-таки по образованию психоаналитик. Поэтому у меня всегда есть возможность подработать в каких-то других сферах, в которых я более-менее преуспел. В большей степени моя жизнь с 14 лет связана именно с музыкой, которую я сам играю, с эсионной деятельностью, то есть с заработком за счет участия в других проектах, которые предлагают мне денежный эквивалент за мою работу, ну и, соответственно, звукорежиссура. Иногда приходится работать с западными звукачами, чтобы они дали свою оценку чьему-то творчеству, да. Иногда приходится работать даже не с звукачами, а с эндарами. То есть специалисты с лейблов или вообще с каких-то шоу-бизнесных штучек, это люди, которые отслушивают тысячами диски и вообще записи групп, которые присылают им что-то, и они обязаны их оценить. И вот периодически эндар вот так вот думает, вот слишком много групп, и хорошо бы вот все-таки найти одну единственную. И он тогда связывается со мной, на самом деле я все время говорю про себя, но в России не один я этим занимаюсь. Просто я так демонстрирую свою деятельность, что выглядит, мол, очень эгоистично. На самом деле я не один. Вот. Мне это присылают, и я обязан это, соответственно, оценивать. Оценивать так, чтобы ему не настучали по голове его начальство, и чтобы у него было больше свободного времени в жизни. Ну, на самом деле я все-таки, наверное, пошел бы по стопам профессии психоаналитика, закончил до конца чертов университет, да, все музыканты бросают университет, и что, черт возьми, это нормально, я тоже бросил. Вот. Пошел бы и сказал, я хочу доучиться, мне там тридцатник, да, получил бы заметную корочку, такую вот красивую, повесил бы ее на стенку, снял бы себе офис здесь где-нибудь, неподалеку от центра Питера, и психоанализировал бы, да, выслушивал бы рассказы женщин про то, как там мужчины их хотят оттрахать и все такое. То есть, ну, занимался бы деятельностью, которая, в принципе, мне понятна и ясна, так же, как и музыка. Что-то нового принципиально я бы, наверное, искать не стал. Я все-таки консерватор по натуре, поэтому мне так проще было бы. Любой хейтер, когда он пишет, он же высказывает свое мнение, и с его точки зрения он прав, переубеждать его бесполезно. Можно сделать лишь две вещи. Первое, не обратить внимания, а второе, раскалять его до предела, пока он не начнет везде рассылать свой хейт о твоей группе или о чем-то еще, что он хейтит, да, связанное с тобой, будут узнавать. Я предпочитаю применять второй вариант, и все. То есть, если я вижу хейт, я его просто наворачиваю себе на руку, наматываю, надеваю, так сказать, костюм пчеловода и иду, сулив, собирать мед. Как бы тогда, допустим, говорить, что какой-то артист дерьмо, и у фанатов этого артиста подгорает. А потом один прекрасный момент, этот фанат с тобой знакомится, там, каким-то случайным образом или с твоим творчеством как-то сбоку, и он из хейтера превращается, в общем-то, в твоего уже фаната. Потому что он смотрит на тебя сбоку, видит, что ты на самом деле хороший, а вот та штука, которую он слышал до этого, это как бы, ну, наверное, случайность. Достаточно вспомнить группу Пантера, например, с всякой хренью, которую вытворял филансельм, и потом в итоге эти люди его любили, да, как раз говорили сначала, фу, он ублюдок, он расист, там, он скотина, а потом говорили, блин, у него своя позиция, охренеть. Я честно говорю, это колуната, да. Но эти люди, они как бы, они комментарии дурачок в их адрес, да, они вас примут как жесть, будут писать мне в ответ кучу гадостей. Я понимаю этого, что, в принципе, если я сам спровоцировал человека, то я, в принципе, этого достоин. Но впоследствии этот человек, если он достаточно умный, а все люди, в принципе, не глупые у нас в России, в общем-то, он способен это мне не изменить, мне на пользу. Хейт должен быть, хейт это замечательно в большей степени. Я ничего в нем плохого не вижу. Музыкальное сообщество ВКонтакте, это особенно не журналисты. Эти люди же, они вообще, они даже не работают в музыкальном бизнесе. Они никогда не зарабатывали ни копейки продажами дисков. Они просто слушают группу, считают ее какой-то крутой или не крутой, и выплескивают это. А если считают, что группа не достойна внимания, они на нее просто не обращают внимания. Поэтому мне кажется, что такие люди, к ним отношение должно быть соответствующее. То есть, какая-либо выгода для музыканта. Раз они уж вообще ничего не делают, пусть тебя ненавидят, пусть пишут в своем сообществе, что ты ублюдок, и люди к тебе идут и на тебя смотрят. В случае с людьми, которые не имеют никакого отношения к музыке, их нужно использовать себе на благо. Большинство этих пабликов, 6-7 тысячные, с огромной посещаемостью, если люди на себя берут ответственность просвещать их, то они обязаны разбираться в теме. Если они не разбираются, то я обязан, ну, ладно, обязан, я грубо говоря, то я в состоянии подойти и сказать ему, что он дерьмо, потому что ведет он свой паблик дерьмо, что я, собственно, и делаю. И за счет этого хейт и вырабатывается. Таким образом получается, что если ты админ паблика, и в теме не разбираешься, то лучше тебе этим не заниматься, потому что другим музыкантам ты будешь просто мешать своим существованием, банально. Потому что ты не будешь понимать, как шоу-бизнес действует. Ты не будешь понимать, почему вот эта группа известна, а почему вот эта нет. Ты будешь в ответ писать, блин, да любая группа, короче, из Залупинска на нее рано или поздно обращают внимание, потому что они крутые. Это не так. Если ты это так считаешь, то лучше вообще не заниматься музыкальной журналистикой. Если человек не понимает музыку, которую ему скинули, похер, какая она, дема или что-то еще. Если он не понимает, то это его проблема, а не музыканта в первую очередь. Это у него узкий кругозор, это он туповат, а не музыкант. Потому что, вот обрати внимание, те же американцы, я ни разу не видел ответа, что я не понял вашу музыку. Да, они описывают ее по-разному. Да, она может нравиться и не нравится. Но ответа, что я ее не понял, нет. Чуваки там вот на Heavy Block is Heavy, целая рецензия с рассказом из Википедии, он все досконально прочитал, что я там в своих песнях делал, и проверил, правду ли я пишу. То есть он разобрался в музыке, правильно же? А ведь это такой же чувак, да? Вот казалось бы, как наши российские любители, которые ведут паблики, он взял и начал разбираться, и в итоге заслуженно поставил ту оценку, которую он считает нужной. У нас в стране не так. Админы пабликов в этом не разбираются, понятия они об этом не имеют, они этим ничего не зарабатывают, они об этом ничего не знают, в шоу-бизнесе они не работали, им просто нужен хайп. Посмотри на статку рок-сообществ, посмотри на статки этих металл-сообществ, они все покрашивались в 2013-м. Очень-очень давно. Они едут вниз плавно, потому что эти люди не умеют контролировать, не умеют привлекать внимание своей аудитории. Они могут высказывать мнение, но одного высказывания мнения для аудитории мало. Ей нужно понимать, почему мнение такое. Ей нужно постоянно подпитывать другими образами, ей нужно постоянно что-то замещать, нужно, чтобы получала она позитив или хотела спорить. У нас, к сожалению, в России такого нет. У нас контактовский паблик, это сборник надписей «Говно, не говно, я не хочу постить, я не понял, что за херня». Политика ведения этих пабликов в контакты и непрофессиональной журналистики привела к тому, что наша аудитория обожралась, и она очень любит агрессию и какую-то херню, которая нигде не нужна, кроме как в России. Поэтому у нас блогеры такого рода цветут и пахнут, потому что есть спрос. Потому что за шесть лет политики ВКонтакта, за шесть лет политики Форчана и всей этой хуйни, блять, пожалуйста, слово хуйни, не пикай, пожалуйста, вообще, появилась аудитория, готовая жрать таких блогеров. Если бы такое чучело появилось в финке, его бы никто не смотрел. Это исключительно наш российский продукт для низов, для маргиналов, которых, к сожалению, очень много. И много их не потому, что страна плохая, а потому что в руках людей, которых вообще это не должно было быть, появилось кое-что. И мы сейчас пожинаем этого плоды. Музыкант моего уровня, да, он не очень много зарабатывает. Ни в Европе, ни в Америке, ни в России. Даже если сравнить там у меня с, прости господи, такой уровнем человеком, как Спирин из Тараканов, вокалист. Ну, посмотрю, у меня тоже однушка в Москве. Ну, ёлки-палки, я мужику 40 лет. Так что, мне кажется, мне ждет его будущее. И мне оно, в принципе, удовлетворяет. И оно удовлетворяет мою семью. И так и будет через 10 лет, скорее всего, если никаких форс-мажоров, или резко меня не повернет в какую-то клею более финансово, там, классную, или я не скажу, что фу, металл дерьмо, но его нахрен. Вот. Думаю, так и будет через 10 лет. Не знаю, как у грузинов, у финнов и у кореллов, да, по-моему, у эстонцев у нас есть понятие. СИЗУ называется. Основной его принцип означает сделать, несмотря ни на что. Но он не означает, что должен идти по головам. Означает, что должен работать так, пока не получишь результат. Я его придерживаюсь. Если мне не продаются диски, я делаю какую-то работу, которая мне приносит деньги, и ставлю таргетинг в ИК. Если у меня мало просмотров на Ютубе, я полгода коплю деньги, чтобы у меня эти, мать их, просмотры появились. Если у меня нет первого места на чарте iTunes, я найду такую кучу фанатов, что у меня оно будет. Но никогда это не помешает никому. И пруфы, в принципе, могут быть, если бы здесь был наш менеджер Дима, он знает, как я работаю, весь процент с продаж он получает, он все получает, и получает гораздо больше, чем на других группах. В Волгоградской области, когда я жил, в Камышине был тоже black metal. И группа называлась Midgrinder. Название было просто... Блять, ну, black metal группа под названием Midgrinder – это что-то жестокое. И вот, блин, у меня был приятель Владимирова, тоже звали мой тезка. И когда я был маленький, он мне поразил их кассеты. И вот, блин, музыка была настолько интересная, они совмещали какие-то казачьи мотивы и black metal. И это звучало по тем временам настолько классно, что я даже сейчас находил их записи, находил в контакте вот группы. Там один парень, он в ВДВ служит, а другой, что-то вообще другим бизнесом занимается. Вот группу в Вину не удалось, или им перестало быть интересным. Но мне до сих пор кажется, что их музыка очень классная. Ну, не знаю, почему так. Вот такой вот пример странный. Ну, мне кажется, что смерть, если ты дожил до 100 лет, смерть в своей постели, окруженном родственниками, самая нормальная. Потому что ты, вокруг тебя люди, которые тебя любят, понимают. Ты понимаешь, что ты что-то после себя оставил. Ты понимаешь, что место, где ты почишь в бозе, как бы объективно позволяет спокойствие вокруг тебя расставить в последние секунды твоей жизни. Поэтому мне кажется, что это самый нормальный вариант. Ну, как-то так.